В этом видео, ребята, мы поговорим про восстановление послевирусной какой-либо инфекции, вирусной нагрузки. Соответственно, что делать? Во-первых, если возникает такая история, понятно, вы идете к врачу, но я хочу поговорить о том, как помочь себе, если эта история очень долго длится. У меня это было, и, соответственно, постковидные синдромы могут вызывать головные боли, могут вызывать кашель, боли в суставах, одышку, особенно при тренировках и утомляемость. Соответственно, потерю вкуса, обоняние, учащенное и нерегулярное сердцебиение. Это очень может раздражать, и, соответственно, может возникнуть даже депрессия и иммуносупрессия. Соответственно, я буду делиться тем, что делала я. Я принимала витамин D и, соответственно, употребляла больше гималайской морской соли от головной боли. Соответственно, я принимала еще лактат кальция, но это была лично моя история, потому что у меня были очень сильные приступы жара. Если, например, утратили обоняние или вкус, значит, вам нужен цинк, и учащенное сердцебиение – это сниженный калий. И зачастую люди сбивают температуру слишком рано, и, соответственно, я рекомендую не сбивать. Здесь просто нужно поддержать организм витамином D и витамином C. Соответственно, это вам очень-очень поможет. И если уровень стресса очень высокий, то, соответственно, из-за стресса может начаться повторная коронавирусная инфекция. И чем меньше у вас стресса, тем быстрее вы восстановитесь. И если вы чувствуете, что вам нужно себе помочь, то просто послушайте то, что я вам рекомендовала, и то, что очень-очень просто. Во-первых, витамин D, во-вторых, витамин C, в-третьих, цинк, в-четвертых, это микробиота и, соответственно, поддержка капилляров при помощи дыхательных техник. И еще другой момент, очень-очень важно вернуть обмен кислородой и минимизировать воспаление. Здесь может помочь движение, плавание, озонотерапия, то, что вы выберете. Напишите, что вы пробовали и как вы себе помогали.